Мы приехали в отель Эйдин Бэй, Gold Dreams. Он находится через дорогу от отеля Хайдар Паша. Вот так вот он называется. Заходим в лобби отеля. В лобби достаточно уютно, сразу видим ресепшн. В лобби также есть бар, где можно выпить какие-то холодные напитки. Само лобби небольшое, но очень уютное. То есть мы видим, что есть красивая ваза с цветами. Такая вот инфрустация тканью. Пока что так. Сейчас встретимся с гидом и будем разговаривать по поводу отеля. А мы? И вы все! Это территория отеля. Сам отель в таких красно-зеленых тонах. Готовят шаурмы. Кстати, скажу вам, прикольная площадка. Где можно вечером посидеть, покушать. Сейчас, я так понимаю, мы идем... Мы идем, мы идем смотреть номер. Также здесь есть какой-то фотосервис. Вдруг он захочет распечататься в свою красивую фотографию. Все к вашим услугам. Видно, что территория чистая. Постоянно идет полив газонов. Также есть торговая лавка. По дороге в номер мы можем наблюдать бассейн. Даже два бассейна. Есть горки. Сама территория небольшая, но очень комфортная. Бассейны подогреваемые у вас? Да, ну как? Летний сезон. Ну, подогреваются, да? Нет, конечно. Нет, когда не летний сезон? Или вы не работаете? Нет, не летний сезон мы не работаем. Ага, спасибо. Вот так вот есть подъемник на горки. Дальше мы видим, что есть еще один бассейн. Вот. Также у бассейна много шезлонгов. Плюс сразу мы видим снэк-бар. Сразу стоит обычный бар, где вы можете выпить напитки. Возле бассейна много шезлонгов. Бассейн переходит с этой части в следующую часть. Он очень большой. Над бассейном проходит мостик, что очень удобно. По всей территории играет приятная музыка. В отеле очень зеленая территория. Какая музыка у вас играет? Это сейчас анимация работает, да? То есть какое-то время в день. Сейчас идем смотреть фэмили номер. Ребята, я не знаю, какая у вас система. Мы так делаем. Сначала кто-то один фоткать, чтобы без людей. А потом все стрелы заходят. Вот такая вот ванная комната в фэмили номере. Видим, что есть косметика. Вот она. Есть фен, унитаз, полотенце. Достаточно чисто. Здесь первая комната. Вот такая вот комната. В ней балкона нет. Сейчас посмотрим мини-бар. Мини-бар заполненный. И вторая комната. Здесь шкаф. Вот так вот в кровати. Также заполненный мини-бар. И очень большая терраса. С видом на бассейн. Номер хороший. На территории отеля весело. Играет музыка. Территория небольшая, но зеленая. Сейчас мы смотрим номер стандарт. Это ванная комната стандарта. Есть косметика. Есть туалет. Небольшая ванная а-ля душевая кабина. Вот я вам показываю. Дальше в номере есть зеркало. Есть шкаф. Есть сейф. Он бесплатный. Халаток, тапочек нет. Максимальное размещение в этом номере 2 плюс 1. Вот я вам его вот так вот покажу. В номере чистенько, аккуратненько. Есть балкон с... Вот такой вот балкон. Вид не очень, потому что, ну, как бы, пасутся козы. Это уже территория не отеля, поэтому здесь пасут коз. Вот туристы говорят, что это уже не первый день. Нет, это первый раз. А, первый раз, да, такое? А как вам вообще же проживание в этом отеле? Хорошо. Хорошо. Питание нравится вам? Да, да, да. То есть есть разнообразие в еде? Да, да. Ну, знаете, все хорошо. И порядок, и вкусно, и очень хорошо. Вот я говорю, относятся в смысле, когда мы только приехали, нас сразу поселили. Вот этот там вещи сюда принес, вот это все. Ну, то есть хороший отдых, да? Да, очень. Все, спасибо вам большое за комментарий. Хорошего дня вам. Не так, что было. Вот мы выходим с номера. Еще раз. Вот такой номер. Мини-барчик. Да, и вот Гастролейшн показывает, есть мини-бар. Да. В нем есть водичка, а соки, кола, вот такое. Мини-бар, а соки забыли поставить. А, ну они у вас входят, да? Да, да. И он заполняется как у вас? Он вот первый день заполняется. Ага, а потом? Водосток, потом только водичка. Потом только водичка, а сейф бесплатный, верно? Да, бесплатный, да. Вай-фай на территории отеля или платный? Вай-фай в холлах и на территории бассейна есть номера у нас. Ну, есть удачные номера. Значит, там было 4 стационарные кровати, да? Да. Есть у нас номера чуть пошире, но там, я как сказала, есть пошире коридорчик, есть с 5 стационарными кроватями. Если заезжает даже 5 плюс 1, то, возможно, там детскую кроватку мы пополняем бесплатно. Стандартный номер вы увидели сейчас. Максимальное размещение 3 человека. Но если заезжает 4, так же дополнительную кровать вы можете наставить. Нету номеров стандартных с 4, чтобы вы это имели в виду, это тоже важная деталь. Тапочек, халатов нет, отвечайте. Есть в ванной у нас шампунь, мыло и шапочки. Это весь наш концепт, чтобы тоже было и шапочки. Гости не сказали, что нам не сказали, почему не предупредили, мы бы сами привезли и так далее. Значит, мини-бар, сок, вода, сок, минеральная вода и водичка. Это в день заезда, потом только водичка пополняется. Территорию бассейна мы с вами увидели. Два больших бассейна, бассейн с горками, детский бассейн, рядом мини-клуб, тоже работает по часам. Далее, что цокольный этаж у нас, спа-центр, сауна, турецкая баня, фитнес-зал и закрытый бассейн. Вот это пятый бассейн, который у нас есть в зимний период, если у нас отель открыт, хотя он давно не открыт у нас зимний, не открывается, и он вообще с подогревом. Полотенце. Полотенчико пляжное получают, лакарничком наши гости, тоже бесплатно, сейфом тоже гости будут. Все эти бесплатно, тот устанавливается. На пляж проходим по туннелю, это отельный переход, 50 метров до пляжа. Ход моря галька, метр-полтора, потом песочек. Песок, сам пляж, мы привозим песок, мы его просеиваем, каждый год мы завозим песочек. Стандартные шезловки, зонтики, раздевалка, душевая, бар и снэк-бар тоже у нас имеется на пляже. Интернет-холок и на территории бассейна. А-ля-карт у нас по концепции, открывается с 1 июня по 15 сентября, но вот вчера мы уже первый ужин провели. То есть, если у нас погодные условия позволяют, а как он у нас на открытом воздухе, то мы пораньше его открыли. Вчера было какое число? 20-е. 20-е, да, вот у нас уже на 10 дней пораньше мы его решили открыть. Два у нас в меню, это рыбный ужин, мясной ужин, отдыхающие минимум неделю, одно посещение бесплатное. Пляжного а-ля-карта у нас нет. Также нет у нас детских нянек, детских колясок, детских горшков, это тоже важно, потому что количество детишек у нас довольно-таки немаленькое, но можно сказать, что 20% сезон детишек разного возраста набирается. Импортный алкоголь. Импортный алкоголь, у нас только ликеры. Остальные все напитки, это водка, это браки турецкая, это джим, это вино, это пиво, это все местного производства. Платно или без? Платно, без? Бесплатно. Алкогольный сервис у нас начинается 10 часов утра до 2.00 ночи, после 2.00 все платно. То есть у вас просто пол инклюзива вы работаете, да? Да, да, да. Так, есть вопросики? Лепешки, есть ли мы? Есть, конечно. Есть у вас, да? Вот мы сейчас гуляли на бассейне, на бассейне у нас лепешки, снэк-бар и лепешки. На пляже у нас также снэк-бар стандартно и пицца. Когда была реновация? 2017 год, последний раз мы... Открылся отель? 2003. Анимация вся у нас возле бассейна. Игры, развлечения. Это аэробика, это водное поло, это степ, танцы. У нас в течение дня. Вечернее у нас мини-диско и шоу для взрослых. Раз в неделю у нас турецкая ночь приезжает, агробат шоу в другой день приезжает. Пенная вечеринка у нас может меняться днем или вечером. Вот. И понятно, что каждый вечер шоу для туристов. Опять же, анимационная команда, развлечения, всякие бейс-болт выбирается, караоке, программа. Заселение двух мужчин возможно? Ну, вы знаете, встречается такое. Вы заселяете, да? Ну, я лично была свидетелем. Сейчас у нас есть отдыхающая комната. Спортзал есть у вас на территории отеля? Есть. Это где спа-центр, сауна турецкая баня, фитнес-комната и закрытый бассейн. У вас там очищается или не очищается? У вас в воде сетки стоят, чтобы вот не плыли водоросли к берегу? Нет. То есть есть на водоросли, да, на входе? Водоросли нет. На сеток тоже нет. И водорослей у вас нет на пляже? Нет. Не замечала. Галька есть. Она, как сказать, река, и она как-то вот это все разносит. Но в этом году меньше, потому что рядом отель поставил волнорез. И тот отель тоже поставил. И получается мы как-то между оказались. И у нас как-то почище мы даже меньше. Довольно-таки гальность. А вот есть какие-то фишки отеля? То есть то, чего нету в других отелях? Может, у вас что-то такое? Я пока не знаю, что... Поздравляют ли отель с днем рождения? Конечно. У нас комплименты. Если молодожены приезжают, вы поздравляете? У нас стандартный есть комплимент. Молодожены, у кого-то есть свадьбы, у кого день рождения, это фрукты. Номер направляем. Корзина цветовая или корзина фруктов? Все, вроде бы все, да? Спасибо вам за информацию. Спасибо. Хорошей фотографии, хорошей работы. Счастливо. До свидания. Вот тропинка, она ведет сейчас к подземному переходу к пляжу этого отеля. Здесь мы можем увидеть, что по дороге мы видим волейбольное поле. Через подземный переход мы попадаем на пляж отеля. Видно, что возле пляжа есть снэк-бар. Есть бар, где можно выпить какие-то напитки. Вот пляж отеля. Видно, конечно, что шезлонги немножко, как говорится, подубитые, но места на пляже действительно очень много. Пляж песчаный. Нас сразу предупредили о том, что песок на пляже привозной. Шезлонгов на пляже очень много. Есть навесы для того, чтобы защитить вас от солнца. На самом пляже у самой воды меленькая галька. И вот такой вот, как каменный пирс. В радиусе пирса вижу, что в воде есть камни. То есть я сейчас даже покажу. То есть в воде есть камни и большая галька. Но плюс в том, что камни только в радиусе вот этого пирса. То есть и у них это как бы четко показано. У них натянуты бульки. И это значит то, что туристов предупреждают о том, что если они заплывут за пульки, они попадут в зону, где находятся камни. А так, в принципе, я вижу, что люди плавают и ветки плавают. Это значит, что плавный заход в море. Что есть хорошо. Туристов на пляже много. Пляж, конечно, грязноват. То есть, может, они и стараются убирают, но на пляже видно мусор. Поэтому, в принципе, это бюджетный отель. И ехать сюда стоит. Потому что отель сам хороший. Номерной фонд у них хороший. Ну вот, пляж, в принципе, неплохой. Единственное, что оно немножко грязновато.